виталий приветствую тебя традиционный эфир для вторника некоторую паузу пришлось взять и опять же всему виной я сожалению не смог присутствовать на эфирах перенесли но ничего давай наверстывать тогда обсуждать то что на рынке происходит и в целом для наших подписчиков для тех кто следит за контентом подсказывайте как и что можно делать сейчас на рынке эта неделя пресс заседание банк англии данные по американскому рынку труда но он формировался у тебя кстати какие прогнозы потому как поведет себя доллар с учетом того что это да скорее сегодня судьбоносное заседание резерву но все-таки первое заседание в этом году и в целом может быть по пресс-конференции уже будет понятно чему нужно готовиться в последующие периоды вообще вот как долгосрочная картина твоего представления того как поведет себя доллар и что с ним может быть пару слов буквально так всех приветствую еще раз ну по поводу перспектив доллара я пока локально вижу его возможное укрепление но не исключаю там возможную коррекцию потому что смотрю некоторые инструменты уже немножко так показывают какие-то коррекции и так далее да буду буду следить потому что где-то плюс-минус буду находить точки входа в шорт глобально по доллару на снижение но пока пока не знаю когда они появятся это может быть очень длительная скажем формация формирование какого-то сигнала может быть какой-то боковики потом то есть поэтому это очень долго согласен то что сейчас такое время ну то есть сам фрс запутал последнее время то они готовы снижать ставку то еще нет то есть ситуация изменилась ближний восток и так далее подкинула опять же факторов которые разгоняют инфляцию если посмотреть глобально поэтому многие центральные банки начинают понемногу включать заднюю что самая наверное неправильная тактика будет торопиться когда сознают эти риски которые могут снова начать разгонять показатели инфляции поэтому мне тоже будет интересно посмотреть и послушать прежде всего о паула оценить прогнозы вместе со всеми по инфляции по экономическому росту и поскольку мы с тобой видимся каждую неделю у нас с тобой разумеется будет возможность держать руку на пульсе мы с тобой и будем возвращаться к этой теме снова и снова в течение этого года и опять же подсказывать нашим подписчикам как изменились настроение по доллару ну что давай тогда к рекомендациям начнем с меня демонстрация экрана начнем с золота а текущие плировки 2037 долларов за тройскую золото локально растет причем наверное даже те кто особо не разбирается в каких-то катализаторах движения рынка может сразу сказать безошибочно что если золото растет значит скорее всего это может быть частично связано с каким-то неспокойным новостным фоном и такой анализ он в принципе будет иметь место быть и не лишен смысла учитывая что как я уже отметил ближний восток эта тема которая вообще не отпускает даже сейчас все меньше степени касаются темы палестино-израильского конфликта а говорят уже о том как этот конфликт вышел на совершенно новый уровень вообще а географии другой больше фокус смещается именно в ситуацию с блокадой красного моря а с тем что делают йеменские куситы и как между ираном и сша сейчас вообще идут взаимодействия последние новости которые тянутся с последних дней это очередной инцидент с атакой на военную базу на сша где уже с летальным исходом и сейчас вот я анализировал сегодня когда готовился к своему брифингу новостной фон прямо на рынке присутствует нервозность относительно того что байден прямо ближайшие часы может анонсировать и санкционировать начало самой настоящей военной операции на ближнем востоке это как операция возмездить знаешь за то что произошло с войны база сша ну это фон который разумеется только могу добавить могу добавить к этому в принципе да сейчас как ты сказал время такое что можно главное запомнить не оставлять сделки там по золоту на шорт на выходной да по поводу конфликта да но это уже получается третий конфликт возможный и втянется ли сша в этот конфликт скорее всего что нет потому что они не могут и они вот недавно было совещание генштаба по доктрине они не могут потянуть больше одного конфликта у них сейчас два конфликта висит а третий из они его поэтому не будут избегать как-то возможно конечно все возможно там какой-то ответный удар чтобы там по каким-то там условно независимым от ирана бандам условно потому что непонятно кто это сделал все поэтому втянутся ли они в это я надеюсь что нет потому что они они это не могут не могут вытянуть просто как-то или втянутся но спустят потом на тормоза как бы вот в таком формате как-то вот так я как как и ты как и любой нормальный человек тоже надеюсь на то что эскалации конфликта не будет потому что это было бы совсем неправильно придерживаться другой точки зрения но сейчас опять же если вы друзья следите за золотом имейте ввиду что на ближнем востоке все неспокойно как это было и неделю назад и тот новостной афон который идет оттуда сейчас поддерживать спрос на защитный инструмент сегодня кстати а снизились доходности американских облигаций они собственно продолжают снижаться с открытия торговой сессии тоже фактор следствие повышенного спроса на эти бумаги что приводит к искусственному или скажем так полу естественному снижению их доходности соответственно золото воспринимается тоже как инструмент в такой ситуации с обратной корреляции как тот актив который может на этом фоне подорожать с долларом пока непонятки из-за предстоящего заседания фид резерва мы видим качели потому что рынок проявляет какую-то сдержанность перед тем как будто облашены итоги заседания американского регулятора возможно будут действовать уже после того как эти итоги выйдут и состоится пресс-конференция но пока в принципе индекс доллара если говорить про текущие котировки секундочку а сто три . 30 это принципе уровне которым мы привыкли уже и как магнитом удерживает эта планка уже не на первую торговую сеть недели три общуюся в этом коридоре по золоту я оптимист учитывая то что до геополитика будем надеяться что скорее всего конфликта не выйдет в какую-то новую фазу но пока что все идет к тому что может быть и негативное развитие событий и мы даже по текущему росту золота можем предположить что нервозность на рынке начинает усиливаться рыночный сантимент большинство трейдеров 70 процентов в коротких позициях что еще больше толкает золота вверх поэтому до заседания федрезерва и может быть даже до конца недели я думаю то что это восходящая динамика будет продолжена и рекомендую смотреть на значение 2050-2060 по золоту так из рисковых инструментов которые особенно мне интересны сейчас если говорить о валютном рынке это британская валюта котировки 126 90 я ожидаю как и все заседания банк англии в четверг думаю то что риторика будет предельно жестко потому что проблема с инфляцией в англии встреча других регионах достаточно проанализировать макроэкономические показатели сравнить сопоставить их в этих трех экономиках сша еврозоны и соответственно англия и согласен с аналитиками сити что банк англии может действительно быть регулятором который согласует первое снижение ставки не раньше конца третьего кварта то есть это скорее всего будет позже чем сделают то же самое представители цб и федрезерва я вообще считаю что фонд на этой неделе может продемонстрировать очень интересную исходящую динамику и недооценивать вот этот рост который может развиться не стоит думаю то что в качестве целевого ориентира можно смотреть на значение 1.28 и потенциально даже повыше так и американский фондовый рынок вот уже которую неделю на своих бриллингах я настоятельно рекомендую купать этот индекс учитывая что американские инвесторы настойчиво игнорирует вообще все проявление какого-то негатива который присутствует в отделе регионах они не знают про то что творится на китайском рынке а то есть рынка недвижимости игнорирует новостной фонд даже с ближним востоком каждый день по сути мы видим как и сын пина с дакой дон джонс стремится к уровням на которых он вообще раньше не это и есть обновление рекордных показателей значений но сейчас справедливости ранее отмечу что есть факторы вот этого спроса для фондового рынка сша и они связаны с сильной американской статистикой чего стоит только последние данные по ввп в двадцать третьем году рост составил 33 процента прогноза гораздо более низкий показатель а есть индикаторы указывающие на сильный сектор промышленности сильный сектор услуг также сейчас снижается как я уже отметил когда говорил про золото снижается рынок облигаций доходности их что повышает привлекательность рисковых фондовых инструментов ну и в целом еще не стоит забывать про сезон квартальных отчетов я слежу за компаниями ну самые наверное те которые на слуху скажу так что наверное не будет ошибкой если подводя как бы общую черту можно отметить что примерно 70 процентов тех компаний которые отчитались их результаты произошли ожидания экспертов и если будет этот оптимизм сохранен дальше то мы увидим вот эту вот психологическую цифру по снб 5 тысяч пунктов я думаю что ну просто для рынка это прям самый настоящий вызов может быть и крутовато сейчас задрать индекса туда кажется но я предлагаю рисковать и ждать как раз тестирование этого уровня причем это может произойти уже в самой ближайшей торговой сеть только вчера мы прокатились уровня а 4 915 по сути до 4 950 поэтому еще 50 пунктов за одну торговую сессию или например момент оглашения итогов заседания федрезерва или после выхода потенциально сильных данных по нонфарм пэрлс пятницу вообще легко может быть такие же убеждения оптимистичные по нас даку соответственно и по доу джорсу виталий слово тебе так ну скажем причина еще роста фондового рынка в том что инвесторы все время ну скажем так не все время а надеяться на то что любую проблему фрс будет выкупать да то есть они они привыкли что вот случается что-то куча денег на рынок эти деньги идут на финансовые рынки поэтому за счет этого рынок растет конечно американские компании отчитываются хорошие прибыли как всегда сша в дамках вот берем европу на минуса хороших экономика особенно германии убили экономику и и обрезали газ потом жиженый газ тоже там сша снова какие-то ограничения ставят китай тот же тоже в минусе хорошим то есть сша как всегда вытянули недавно наткнулся на очень интересную книгу подсказал один аналитик сейчас задам тебе вопрос вот когда ты покупаешь акции американских компаний ты являешься владельцем этих акций этой компании частью компании как ты думаешь ты имеешь ввиду когда ты покупаешь не 7 не акции акции да ну теория гласит да что у каждой акции я тоже так я тоже так думал но это не так то есть у тебя есть право на владение этих акций а ты не является владельцем этих акций этой компании потому что такая эфира привилегированной акции ты являешься владельцем нет смотри в чем чем в чем загвоздка вот вот этого мошенничества которые сейчас есть в мире в том что владельцем этих акций является вот эти клиринговые компании через которые проходят продажи этих акций а конечными бенефициарами владельцами этих акций является крупные банки сша очень интересная книга вышла и там много там получается это касается америки канада европы там даже касается того что если у тебя даже там машина которая была в кредите или дом кредит или земля то получается этот кредит проходила через эти клиринг и он является владельцем являются вот эти все банки то есть вот вот такая схема даже если ты купил машину за свои деньги условно в салоне а этот салон имел кредит то получается все равно эта машина не твоя подожди но смотри вот есть фон биркшайх это вы ворона бафта ты хочешь сказать что он не является владельцем своего фонда им владеет какой-то клиринг да потому что смотри то есть есть такой коммерческий кодекс кодекс в сша через который протащили через все штаты что вот такая схема действует и получается потом когда условно фрс вот мы там обсуждаем фрс что они делают они делают все что им нужно они делают кризисы чтобы потом банкротить крупные компании это эти компании потом скупаются вот этими банками крупными то условно джипи морган и когда идешь в суд условно недавно был суд и там получается о первая инстанция вот этот банк имеет право выкупить все активы а дальше уже если останется то тебе по факту там же потом тебе ничего не остается такая схема там идет очень интересно я потом тебе скину название книги там она сложная она на на английском она вышла в прошлом году двадцать третьем году книга там ну парень который эту книгу писал он там и факты и законы все которые потому что на федеральном уровне закона такого нет они протащили через коммерческий кодекс вот эту правку такая схема очень интересная вот так то хорошо давай к рынкам поэтому что какой итог раньше я думал что они как-то будут еще доллар хоронить но учитывая какой там схематоз происходит фрс за последние сто лет доллар будет жить вечно возможно разобьют на какие-то как помнишь когда британии был этот разбивали на внутренний фунт и на внешние долги на внутренние короче возможно такая схема очень интересно но как же самое идет вот пожалуйста так и развалится экономика потом все забудут об обязательствах свободных их и не было возможно так по доллару по доллару я считаю что доллар еще ближайшее время будет расти то есть я жду я еще на прошлой неделе это оглашал что жду 104 105 мы пока туда никак не дошли локально был какой-то рост в принципе как видим тот же я евро доллар шортил практически всю неделю я евро доллар шортил и очень удачно то есть по евро и дальше целюсь что мы будем расти то есть у нас видно такой хороший тренд конечно не исключаю что здесь может какая-то будет коррекция и так далее по факту этой коррекции дальше буду принимать решение снова работать на укрепление доллара или нет то есть как-то вот так но с текущих рассчитываю на укрепление доллара то же самое если смотреть евро доллар вот он очень красиво идет вот я всю прошлую неделю 1.09 и своих обзорах говорил что я жду снижения по данному инструменту оно в принципе произошло конечно не какое-то там супер снижение но локально можно было заработать интродейтом несколько раз шортили целюсь по евро доллару в район 1 07 там условно 50 да туда еще туда конечно недалеко там почти 100 пунктов дойдем ли мы на этой неделе или будет какой-то финт такой более сложной коррекции мне сложно сложно это спрогнозировать потому что я там смотрел некоторые валютные пары какие-то коррекции уже начали рисовать то есть я рассчитывал что они пойдут аналогично как индекс доллара евро доллар они что-то там начинают там кто-то корректироваться и так далее поэтому индекс доллара покупка евро шорт конечно мы уже на каких-то локальных минимумах но вот пока вижу так покупок в обратную сторону пока нет сигнала если он нарисуется то боже позже буду обсуждать дальше что касается того же фунта того же фунта по фунту согласен с тобой если оценивать фундаментальные показатели то они зарос как бы говорят но если я смотрю техническую картину то мне эта картина говорит что фунт будет снижаться я ближайшее время жду 1.26 и 1.25 возможно 24 но это уже по факту будем смотреть там как будет падать возможно ситуация будет меняться потому что инфляция там на позапрошлой неделе выросла экономические показатели в принципе неплохие как бы возможно там банк англии будет в четверг какую-то более там агрессивная позицию занимать по поводу дальнейшей там риторики и так далее вот как то вот так плюс мы учитываем да по британии статистика есть но учитываем также по сша она в принципе неплохая конечно выходила инфляция pci в пятницу она в принципе согласно прогнозов индикатор который там смотрится его еще называют индикатор паула без учета энергии там показатель вы вырос на 0.3 процента общий на 0.2 за декабрь а этот вырос на 0.3 но возможно как бы чуть-чуть инфляция не идет вниз поэтому показателю но учитывая что это условно декабрь то плюс-минус как бы так такая сдержанный момент посмотрим будем дальше смотреть но пока вот ситуация на укрепление доллара возможно если все-таки фунт как ты вот сказал цели до 1.28 если он будет пробивать 1.28 то может там улететь хорошо наверх дальше что касается золота по золоту пока я был медведем раньше сейчас я бы был осторожен с золотом потому что его очень сильно поджимают к этому уровню вот уровни 2040 условно да такое ощущение что его хотят пробить и уйти очень хорошо наверх по золоту я буду пока ждать если если сегодня там будет какая-то реакция на этот уровень и мы уйдем вниз то дальше буду искать точки входа на шорт а пока все указывает на то что хотят этот уровень пробить и уйти наверх вот как то вот так дальше если в двух словах еще зацепить рынок фондовый да там пока каких-то признаков на снижение нету по по нп по nasdaq но я вот последнее время отслеживаю этот индекс страхов x и он указывает на возможную какую-то коррекцию то есть у нас видно что снизу его откупают и если мы все-таки удержим зону 1350 1380 здесь такой хороший уровень есть то возможно там на ближайшее время будет всплеск волатильности и возможно это как-то потянет фондовые индексы вниз хотя последнее время этот индекс сидит боковике и индексы ташет наверх вот такой ориентир ну и по рынкам другим принципе так сложно но и того если так сделать и рынок пока такой сложный для меня сейчас вот каких-то прям супер идей там по золоту по фондовому рынку я не вижу надеюсь что доллар не подведет но у него и так уже тренд в принципе вот последний месяц я покупал в основном индекс доллара шортил евро доллар хорошо все шло но рано или поздно тренды они тоже заканчиваются скажем поэтому нужно понимать что будет ли этот последний рост по индексу доллара или начнется какая-то коррекция главное соблюдать риски не пошло зафиксировал убыток и дальше ждешь новой идеи виталий спасибо тебе за рекомендации присоединяюсь к твоим напутственным таким комментам касательно соблюдения рисков это очень правильно мы всегда об этом говорим что как бы мы не были уверены в развитии либо продолжение развития тренда которому мы очень быстро привыкаем как любой трейдеры действительно все может очень быстро измениться особенно когда на повестке такие фундаментальные поводы как фрс в данном случае касались фунта здесь заседание банк англии и отчет нон фарм пэрлс то есть наверное самые важные фундаментальные события которые есть на рынке вот они все буквально завтрашнего дня сведая четверг и пятницу раскиданы вот на каждую торговую сессию в общем помимо да помимо этих новостей у нас еще и сегодня новости по сша и по еврозоне каждый день что это будет да да инфляция этом волатильность я будет нарастать мы с виталием будем держать руку на пульсе и соответственно вернемся в следующий вторник обсудим как раз уже после всего что произойдет на этой неделе потому что все интересно еще впереди и уже посмотрим дальше вперед что ожидать оценим перспективу доллара и будем готовиться уже к мартовскому заседанию федеризерва с тем какое решение там будет все-таки принято но пока мы видим что он шансы на смягчение экономической политики снижаются меньше 50 процентов по моему текущая актуальная вероятность буквально по смф федвотч сейчас секундочку да 40 на текущий на текущий или на на март на март на март 46 и 6 уже снижает а раньше было две недели назад сколько 70 процентов ли сколько две недели назад было 70 и буквально понедельник был 51 процент вот сейчас 46 и 6 ну то есть действительно у доллара есть еще порах для того чтобы выйти на выше текущих значений ну в общем ладно не будем на второй круг ходить виталий спасибо тебе большое за твои рекомендации тогда тоже удачного трейдинга в связи с этими событиями и до скорых встреч пока пока удачи